В этом видео вы узнаете, как отремонтировать разломанный на две части детский трёхколёсный самокат. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. Прошёл год с прошлого крупного ремонта, когда самокат развалился на две части. С тех пор суровые условия эксплуатации и жёсткий пилотаж сделали своё дело. Боковые кронштейны треснули, предварительно сошлифовавшись о дорожное полотно. Казалось бы, осталось избавиться от такого самоката. Но любопытство о том, что ещё может сломаться, взяло верх. После удаления оставшихся частей кронштейнов установлены новые. На этот раз не уголки, а плоские пластины. Порадовала нижняя пластина. Как и было предусмотрено, исходя из теории сопротивления материалов, она осталась неповреждённой. Для замены кронштейнов пришлось разобрать самокат, выкрутив 10 шурупов. Под новые пластины пришлось просверлить несколько новых отверстий. Теперь самокат готов к очередному сезону испытаний. Интересно будет узнать, какая деталь выйдет из строя следующей. А тем временем был зарегистрирован ещё один отказ. На этот раз проблема в фиксаторе руля. Отверстие в рулевом валу под фиксатор разбилось, и фиксатор выскочил в щель между валом и корпусом. Произошло заклинивание руля. Невозможно было переместить руль в другое положение. После некоторых манипуляций по извлечению фиксатора, последний выпал во внутреннее пространство корпуса руля. Предположительно, отверстие совпало с фиксатором, и он провалился внутрь рулевого вала. Так как кромка фиксатора стала меньше отверстия, то смысла использовать этот фиксатор больше нет. Можно, конечно, просверлить новое отверстие в рулевом валу. Но для этого понадобится инструмент, подходящий по размеру сверло. Чтобы обойтись без лишних действий, было сделано следующее. После разворота эксцентрикового зажима на 180 градусов, в его резьбовое отверстие был вкручен более длинный винт, чем штатный фиксирующий винт. Винт необходимо вкручивать после установки рулевого вала так, чтобы винт попал в отверстие в рулевом валу под фиксатор. Да, вал имеет небольшой люфт, и такой способ подходит только для верхнего положения руля. Но и отверстие под фиксатор изнашивается тоже долго вместе с враслением ребенка. Если информация оказалась полезной для вас, ставьте лайки и пишите комментарии. Жмите красную кнопку подписаться. Продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженеры. Подписывайтесь на наш канал.